В редакцию нашего телеканала обратились жители микрорайона Соменко, что в Заволжском районе Твери. Поводом для этого послужило недовольство горожан состоянием дорожной инфраструктуры. Если жители улицы Воздушная долгое время не могут добиться обустройства лежачего полицейского, то обитатели соседней улицы Эрнста Тельмана возмущены большим количеством искусственных неровностей на проезжей части. Наш корреспондент выслушал обе точки зрения и попытался разобраться в ситуации. Улица Воздушная в Заволжском районе Твери – один из многочисленных тихих уголков с частной застройкой, коих на северо-западе Твери и конкретно в микрорайоне Соменко хоть отбавляй. Около трёх лет назад проезжую часть, которая тянется вдоль жилых домов, к радости местных жителей привели в порядок, уложив новый асфальт. Однако радость, говорят горожане, была недолгой. Прежде просёлочная дорога, которая использовалась ими исключительно для подъезда к своим домам, теперь представляет собой оживлённую магистраль, рассказывают местные жители. Нашу улицу превратили в обвесную дорогу. В ранние часы, часы пик, так скажем, когда люди едут на работу и возвращаются с работы, вся магистраль, которая там, переходит к нам на улицу, включая не только легковые автобусы, КамАЗы и так далее и тому подобное. Вот даже сейчас люди ездят, не стесняясь, объезжают. Ситуацию усугубляет ещё и то, говорят недовольные горожане, что в округе отсутствует должная инфраструктура. Например, нет тротуаров, из-за чего местным жителям приходится идти прямо по проезжей части. Но больше всего отверетяне опасаются за своих детей. Ребята собираются и играют прямо на улице, катаются здесь на велосипедах, рисуют мелом на асфальте. Если до ремонта проезжей части опасности такие игры не представляли, то теперь родители стараются лишний раз детей из домов не выпускать. Дети выбегают, особенно маленьким-то не объяснить, они хотят бегать где ровно. Как бы очень страшно, мы только выходим на улицу, на дорогу, и они начинают нестись. Как бы не только с одной стороны, но уже началось и с другой стороны. Видимо, они видят, что пробка начинается там. Шаг вправо, шаг влево, это всё, это невозможно. Вот только ходишь, машина, машина, машина. Дабы обезопасить себя и своих детей от возможного наезда, местные жители коллективно обращались к городским властям с просьбой обустроить на улице воздушную искусственную неровность или, говоря по-простому, лежачий полицейский, чтобы хоть немного снизить скорость приезжающих мимо их домов машин. Однако ответы, говорят горожане, их совсем не устроили. Так, одно из писем пришло из Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Твери за подписью тогдашнего заместителя начальника департамента, а ныне заместителя главы администрации Заволжского района Сергея Романова. Жителям пояснили, что цитата «устройство искусственных дорожных неровностей» на данном участке возможны лишь на основании анализа аварийности. В том же документе были приведены данные о том, что с 2014 года на улице Воздушная было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. И как следствие... Устройство искусственных дорожных неровностей на улице Воздушная в настоящее время нецелесообразно. Иными словами, пока на улице Воздушная не будет зафиксирован резкий всплеск аварийности, обустройство лежачих полицейских на этом участке местные власти, судя по всему, будут считать нецелесообразным. Одновременно с тем, как за устройство искусственной неровности выступают жители улицы Воздушная, резко против лежачих полицейских высказались горожане с улицы Эрнста Тельмана. По их мнению, искусственных неровностей на участке от улицы Короленко до посёлка Вагонников слишком много. Дорогу положили хорошую, отличная дорога. Почти на двух километров 10 полицейских лежачих. Это как-то не вписывается никуда. А из-за этого стали даже меньше здесь люди ездить. И испытывают неудобства. Это скапливаются машины. Словом, ситуацию, которая сложилась в микрорайоне Соменко, можно описать старой русской поговоркой. То густо, то пусто. Пока в одном месте горожане просят установить лежачий полицейский, в другом местные жители недовольны их большим количеством. Если позиция городских властей в отношении улицы Воздушная отчасти понятна, то вот чем руководствовалась местная администрация, обустраивая искусственные неровности на Тельмана, остаётся загадкой. Дабы прояснить ситуацию полностью по поводу обеих улиц, наш телеканал направил официальный запрос. Какие ответы были получены, мы расскажем в следующих выпусках новостей.